ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У самого Трампа появились суперспособности. В этом убедился наш корреспондент Роман Никифоров. Мне вкололи что-то, черт его знает что, но мне сразу стало хорошо. Я не знаю, что это было. Антитела, я не знаю. Как только я получил это, я почувствовал себя суперменом. На роль киногероя Трамп претендовал и до президентского срока. Богат как Брюс Уэйн, он же Бэтмен. Только вместо фамильного замка башня Трамп Тауэр. Любви обелен как Джеймс Бонд, три жены и все фотомодели и актрисы. Геройского плаща нет, но есть вполне себе геройская шевелюра. Аэродинамическая, с такой и летать не стыдно. Теперь вот добавился спецтранспорт, лимузин-зверь, секретное оружие, супер-пупер-ракета, о которой президент говорил, но которую пока никто не видел. Наконец Трамп оказался неуязвимым. Победил страшный коронавирус за несколько дней. Снова бодр и полон любви. Я расцелую парней и красивых женщин. Вас ждет большой сочный поцелуй. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. От поцелуев к стриптизу. Трамп надевает кепку, а вот с галстуком готов расстаться. Мне снять галстук или нет? Как вы думаете? Я не знаю, да? А ранее уже и танец был. Почему-то под неофициальный гимн ЛГБТ-сообщества. Это энергичный танец. Хотя можно сравнить и с первым российским президентом Борисом Ельцином. Святая троица Саманта, Космополитен и Дональд Трамп. По-другому невозможно представить Нью-Йорк. В фильмах и сериалах Трамп уже снимался, но играл исключительно в самого себя. Мистер и миссис Дональд Трамп. Это Дональд! О, мой Бог! Хотя Трамп – человек скромный. Кто-то сказал мне недавно, вы самый знаменитый человек в мире на данный момент. Я сказал, нет, не я. Они сказали, кто же более знаменит. Я сказал, Иисус Христос. Второй после Иисуса абы кого играть не может. Если уж герой комиксов, то самый известный – Супермен. Почему бы не вписать его во вселенную Трампа? Сражается за все хорошее против всего плохого. Антипод Лекс Лютер – всемогущий злодей. Ну а против Трампа – американское глубинное государство. Истеблишмент, что натравливает на президента одного монстра за другим. Он противостоит за силе политкорректности, которая сейчас в Америке, ну и вообще во всем мире представляет собой какую-то пандемию. Дональд Трамп – это категорическое отрицание этого всего. Значит, он такой альфа-самец. Супермен хочет спасти мир. Выступает с трибуны ООН. Что он хочет сказать? Что-то чудесное. Нельзя жить в страхе. Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как вы погружаетесь в хаос гонки вооружений. Мы участвуем в великой глобальной битве. Мы ведем отчаянное сражение с невидимым врагом – китайским вирусом. Китай, по мнению Трампа, крадет у Америки технологии, захватывает рынки. У Супермена тоже есть похожий противник – паразит, что получает силу и знания героев через прикосновения. Такая ходячая китайская подделка. Лишить Супермена силы способен только космический кристалл – криптонит. Для Трампа это может быть Челябинский метеорит, ведь его постоянно упрекают в тайных связях с Россией. Расследование, угрозы, общественное порицание. Вот и Супермена отчитывают в Конгрессе. Дама напоминает то ли Хилари Клинтон, то ли Нэнси Пелоси. Только моложе. Наш комитет не потерпит постороннего вмешательства. И не потерпит лжи. Сегодня настал день истины. Супермен спасает от супервандалов статую свободы. И сегодня в США громят памятники как раз Трампа-ненавистники. Наконец, оба персонажа любят американский флаг нежно. Но по большому счету президент даже круче. Супермен, вот он ведет обычную жизнь и вдруг превоплощается в такого героя. Потом опять в обычную жизнь, потом опять в героя. А Трамп всегда, хоть Т-3, в любой ситуации он один и тот же. То есть мы всегда на него можем рассчитывать, что он что-нибудь такое выкинет. Нецитируемый Трамп – это книга комиксов с реальными фразами лидера США. Правда, здесь ему подобрали совсем не геройские образы. Никто не уважает женщин больше, чем я. Работать приходится больше, чем когда-либо. Я думал, будет проще. А вот главному противнику Трампа на выборах, Джо Байдену, подобрать роль куда сложнее. Байден вообще как бы не из кино. Он такой вялый, что про него фильм не снимешь. С натяжкой подходит персонаж из другой саги про Человека-паука. Стервятник. Хотя бы внешне похож. Босс, ваша жена прислала сообщение со списком продуктов. Ты трогал мой телефон? Вы просто забыли его? Забывать и путать главные суперспособности Байдена. Магические артефакты телесуфлеры, что политик использует уже и на митингах, и все равно прокалывается. На этой неделе забыл имя политика Мита Ромни. У меня возникли проблемы, когда я выдвинул свою кандидатуру против сенатора Мормона. Ну, губернатора. Ясно? Выступая в Лас-Вегасе, штат Невада, почему-то обращался к жителям соседней Аризоны. Или вот загадочная фраза. Мы все должны сплотиться. Именно поэтому я баллотируюсь как гордый демократ в Сенат. Поддерживающие Трампа СМИ выдали цитату именно в таком виде. Выходит, Байден снова собирается в Сенат? Демократы возмутились. Речь их кандидата обрезали, хотя и полная версия тоже звучит странно. Я баллотируюсь как гордый демократ в Сенат. Когда я баллотировался как гордый демократ на пост вице-президента, я баллотируюсь как гордый демократ на пост президента. И я обещаю вам, я буду править как американский президент. Республиканцы же говорят о заговоре. Нью-Йорк-Пост публикует электронную переписку сына Байдена Хантера с Украиной, а Твиттер доступ к этой публикации блокирует. И Сенат собирается допросить гендиректора соцсети Джека Дорси, а не вмешивается ли он часом в выборы. Недовольны в штабе Трампа и вторым раундом теледебатов, что прошли в онлайн-формате. Мол, президента в течение часа чуть ли не пытали, а Байдена полтора часа слушали с умилением. Это немного несправедливо, когда другому парню задают вопросы, на которые бы смог ответить ребенок. Говорят, как с ребенком. А ты получаешь бам-бам. А что насчет этого или этого? Демократы наносят ответный удар. Вспоминают, что в комиксах есть герой, которому что-то вкололи, и он почувствовал прилив сил. И это вовсе не Супермен, а Халк. По данным New York Times, Трамп принимает не только лекарства от коронавируса, но и дексаметазон, стероид, вызывающий эйфорию и ощущение неуязвимости. Может, поэтому президент снова и снова пускается в пляс? Пока во время танцев ни один избиратель не пострадал. Но критически настроенные эксперты уже предлагают отобрать у президента ядерную кнопку. Супергерои, персонажи непредсказуемые, вдруг перепутают газировку. Роман Киворов, Мария Солопова. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...